Меня зовут Рябин Антон, я являюсь председателем правления компании Enso Industry, компании под крылом которой сейчас реализуется проект Ensobit. Ну и цель сегодняшнего моего доклада это на самом деле знакомство с вами. Это первый такой дебютный выход вообще проекта в свет, поэтому как полагается в культурном обществе мы начнем знакомство с того, что представимся. Мы расскажем в первую очередь каким, значит, мы расскажем в конце концов о цели проекта, самой конечной проекта Ensobit и поделимся тем опытом и той теоретической базой, на которой основывались децентрализованные технологии еще до появления блокчейна как механизмы децентрализации. Сегодня все мы с вами находимся в потоке финансистов, что мне, как докладчику, существенно облегчает задачу, потому что говорить мы будем с вами в первую очередь о деньгах. Мы будем говорить о деньгах, и каждый из здесь присутствующих, я думаю, представляет, что такое деньги, представляет сущность денег, помнит из образовательных программ основные свойства денег. Но сегодня вместе с вами я бы хотел посмотреть на деньги чуть-чуть под другим углом. Я бы хотел представить с вами деньги как социальный контракт. Социальный контракт, который мы с вами подписываем, не читая, как большинство из условий пользовательских приложений. Как любой контракт, деньги обладают предметом, это покупательная способность, то есть самое важное, что вообще в принципе делает деньги деньгами. Ну и, собственно, условия появления и условия распределения этой покупательной способности, что непосредственно составляет весь договор. При нормальном стечении обстоятельств, нормальном функционировании, это рождает самую главную функцию денег. Это обеспечение товарного оборота. И если все идет нормально, то товарный оборот обеспечивается наиболее эффективно всюду, по всей территории государства. Однако, вот этот основной объект социального договора, именно покупательная способность, играет с деньгами одну неприятную шутку. Деньги становятся наиболее привлекательным инструментом, наиболее эффективным инструментом по распределению ресурсов. Соответственно, они стремятся к административному центру. К административному центру, потому что административный центр на то и административный, что занимается управлением и справедливым распределением ресурсов. Со временем это приходит к тому, что концентрация денежной массы в основном приходится на центр, что является хорошей новостью для жителей центра и, наверное, не самой лучшей для обитателей регионов, которые от центра удалены. Это естественный процесс, в этом нет ничего плохого. Однако, в отношении плохих новостей я приведу конкретный пример. Шаймуратова. Шаймуратова – это село в Башкирии. Обычное, ничем особо не отличающееся село от таких же абсолютно населенных пунктов до момента 2010 года. В 2010 году в селе Шаймуратова произошел интересный прецедент. После нескольких лет неблагоприятных для аграрного комплекса центрообразующее предприятие в Шаймуратова – это колхоз начало испытывать проблему с выплатой заработной платы своим сотрудникам, потому что у любого предприятия существует внешнее обязательство, которое необходимо гасить. Это необходимые условия существования, в принципе, организации. Поэтому правительство, организация, управление организацией идет на компромисс в такое сложное время со своими коллегами, со своими подчиненными. Однако вот эти самые внешние обязательства, они являются частью условий по распределению покупательной способности. И вот здесь я хочу акцентировать ваше внимание, потому что собака зарыта именно тут. тем и опасна чрезмерная централизация, что несмотря на то, что в Шаймуратова существует замкнутая, квазизамкнутая экономическая система, но это означает то, что каждый человек, который нечто производит, может это нечто тоже потреблять и внутри здесь, в Шаймуратова. Несмотря на это, товарооборот становится парализованным. Вроде бы странно, у нас есть ресурсы, у нас есть руки, которые ресурсы преобразуют непосредственно в товар, у нас есть рты, которые могут потреблять этот товар, но товарооборота не происходит. Потому что у людей на руках не существует покупательной способности, у людей нет денег на руках, нет зарплаты. Вот таким образом, чрезмерная децентрализация превращает деньги в аппарат управления товарооборотом. Деньги, которые являются по сути обслуживающей сущностью товарооборота, начинают диктовать, как этот товарооборот должен выглядеть. Начинают объяснять производственному процессу, в конце концов, как производственный процесс должен производить. Ну то есть это то же самое, как, я не знаю, если девушка приходит к доктору и говорит, знаете, доктор, я беременна. Он говорит, я вас поздравляю. В общем, вы можете родить или через полтора месяца, у меня время будет, или там года через два придите, у меня будет там время. Доктор, позвольте, но как бы у меня вроде это делается через 10 месяцев, да, в среднем. А вам что непонятно, девушка, вы или быстрее ускоряйте там, или себе держите как-то, да, там через вот определенное время, через определенное время, как я вам сказал, вы приходите, мы все оформим, а пока не задерживайте очередь. Вот в этой системе хвост начинает вилять собакой. Это не очень правильно. Поняв эту идею, экспериментаторы экономические в Шаймуратова поняли то, что все, что нужно, чтобы денежный оборот дальше происходил, товарооборот дальше происходил, дать людям покупательную способность в руки. И они выпустили вот такие товарные талоны. Такие товарные талоны, которые называются Шаймуратики, они выпустили наполовину продукции, остатков продукции в Сельмагах, потому что сельские магазины торговали той же продукцией, которая поступала, собственно, с производства. И каждый желающий мог в счет будущей заработной платы, которая почве подойдет, приобрести вот часть, на часть этой заработной платы приобрести эти Шаймуратики. Ими расплатиться в сельских магазинах. Как мы с вами видим, Шаймуратики также обладали еще и демериджем, то есть врожденной инфляцией, сам инструмент. Здесь есть даты написаны, и на каждую конкретную дату, на каждое конкретное время, вот показано, сколько стоит этот самый Шаймуратик, сколько он теряет в стоимости. Вот эта система, вот эта система и стала первой децентрализованной системой расчетов, в развитии которой и в создании которой приняли участие специалисты из Уральского федерального университета, в состав которых сейчас вхожу я. Результаты этого эксперимента были с экономической точки зрения ошеломительны. Товарооборот вырос в 12 раз. Рост производительности составил 20%. Все зарплатные долги были погашены, более того, рост заработной платы, средний рост заработной платы составил 26%. Вообще это нонсенс, если здесь есть экономисты, они поймут, что в учебниках такому не учат. То есть когда рост заработной платы у нас превышает рост производительности, такого обычно не происходит. Это нарушение законов вообще экономических. Но самое интересное, это не экономические результаты этого эксперимента, а результаты социальные. Люди начали кооперироваться. Очень сильно снизилась социальная напряженность внутри коллектива. Моменты, когда люди на производстве начали появляться, значит появлялись в состоянии алкогольного опьянения, свелись к нулю. Такое вот загадочное преображение на самом деле имеет очень простой ответ. А человек, который начал работать в такой системе, он начал понимать, что каждое его действие, каждый вклад его единицы труда в производственный процесс приносит тот клик. Он может получить от общества в итоге то, что он туда вовнутрь вложил. Даже больше. Нет теперь необходимости объясняться каждый раз с женой, то, что вот я такой-сякой неудачник, там везде задерживают заработную плату, мне приходится занимать деньги, и поэтому я нормально не могу обеспечить семью и снимать стресс понятными для сельской местности вещами. Естественно, такой эксперимент, такой опыт в Шаймуратова, он не единственный. Он не единственный. Мир знает, к примеру, Вирбанк, СИЭС, Бергшерс, Итака Аурс, и еще более двух тысяч дополнительных систем расчета, децентрализованных с точки зрения общей финансовой системы вот этих систем расчета, появились в период с 20 по 21 век, как ответ на цикличную природу экономики, как ответ на кризисные явления. И каждая из них, каждая из этих систем зарекомендовала себя с максимальной эффективностью. Все эти системы объединены тремя базовыми принципами. Во-первых, создание внутренних расчетных единиц в этих замкнутых системах, оно всегда следует за созданием товара. То есть, вот здесь рубль внутренний, будем его считать, всегда следует за созданием товара. То есть, он всегда обеспечивает товарооборот. И таким образом, здесь вот в истории с Акушером, девушка, все становится на свои места. Во-вторых, это в обязательном порядке обеспечение товарооборота во замкнутой экономической цепи, то есть, квази-замкнутой экономической цепи. Это означает то, что каждый участник, каждый производитель в этой цепочке является собой точку спроса на товар, который от каждого иного производителя. Ну и третье, и самое необходимое из этого всего, это обязательная связь этой вот децентрализованной системы расчетов с нормальной финансовой системой, с финансовой системой в большом смысле этого слова, с централизованной финансовой системой, потому что это единственный путь к эффективному работе децентрализованных финансовых систем. Ну, тут немножко философия, значит, необходимо задеть. Дело в том, что нынешняя финансовая система, она имеет конкурирующий под собой характер, а, значит, вот эти вот децентрализованные финансовые системы кооперирующий характер. И конкурирующий характер систем необходим для того, чтобы система росла. Поэтому взаимодействие, взаимодействие их необходимо в любом случае. Однако, мир не стоит на месте, появляется спрос на новые товары, на новые ресурсы, на новые технологии, и вот такие квазизамкнутые экономические системы требуют глобализации, требуют масштабирования, требуют выхода за рамки географической какой-то местности. Но с масштабированием здесь возникают проблемы. Во-первых, такие системы требуют единого клирингового центра, и, во-вторых, конкретного административного звена. Таким образом, если мы попытаемся сейчас масштабировать систему в существующем ее формате, мы получим примерно то же самое. Примерно то же самое, что и та же самая система, как она выглядит в нынешней ситуации. Получится достаточно большой некий центр контролирующий, но и не совсем, наверное, довольный регион. Решить вопрос вот с этими двумя проблемными точками децентрализованных систем, само собой, поможет блокчейн. блокчейн, как главное оружие в борьбе с централизацией, как эссенция децентрализованных технологий, но и наиболее для нас, как для компании, которая занимается, которая ставит собой целью разработки сервиса, включающего принципы децентрализованной системы расчетов и технологию блокчейн, наиболее привлекательным на данный момент окажется технология, представленная командой господина Бутерина эфириум. Потому что никакая иная технология на данный момент, наверное, не может выразить настолько чистую вот эту квинтэссенцию демократических идей, нежели эфириум. А эти демократические идеи в кооперативной системе требуются. Требуются очень сильно. Мы ходим ногами по земле и мы понимаем, что создание одного сервиса этого мало. Его необходимо еще интегрировать и интегрировать в тех регионах, где развитие информационное, развитие прогресса достаточно затруднено. Поэтому уже сейчас мы занимаемся также и образовательной деятельностью. Мы сейчас открываем биткоин-клубы. Биткоин-клубы как точки ликвидации безграмотности, где объясняем, что такое биткоин, что такое блокчейн, даем понимание вообще широкой публике о данных процессах, которые сейчас происходят в финансовой индустрии. Но ликвидации безграмотности естественно маловато для того, чтобы эффективно применять все технологии, которые мы планируем приносить в массы. Поэтому вместе с профессионалами из Уральского федерального университета в настоящий момент мы разрабатываем настоящую программу, настоящую образовательную программу, которая будет включать в себя материалы по архитектуре денежных систем, материалы по системам и системному анализу, материалы по технологической вообще основе децентрализации, то есть материалы и по блокчейну, которые требуются для построения архитектуры денежной системы. В принципе, материалы надеемся, что по эфириуму в частности. Вот такая область, создание такой области, где мы в первую очередь произведем сервис на основе блокчейна, сервис децентрализованной расчетной системы на основе блокчейна и сможем его интегрировать на почву образованного общества. Вот эта вот цель, где децентрализованные автономные организации, где DAO станет реальностью и есть цель проекта Ensobit. Спасибо большое за внимание, господа. Я с удовольствием отвечу на вопрос, если вы говорите. Я плохо понял, почему эта ваша валюта, почему она децентрализована, что ее делает децентрализована? Я плохо понял. здесь не валюта является децентрализованной, здесь децентрализованной является система. Система товарооборота и она децентрализована в смысле по отношению к классической финансовой системе. То есть классическая финансовая система сейчас имеет в своей основе идею централизации, без этого никак. Это естественный путь развития финансовой системы. Но этот путь имеет за собой также негативные последствия, связанные с тем, что централизация не всегда эффективно справляется с распределением ресурсов. Ну, это я понял. А что превращает в эту валюту бумажную сейчас, да? Ну, в данный момент, да, в данный момент, конечно, бумажную. И что ее превращает, как она появляется на маркете, чтобы от человека не человек. Кто ее превращает, как она превращается и как вы оставляете counterfeit по-русски? Ну, counterfeit bills? Fake-овые? Fake-овые? Fake-овые. Потому что в Америке это была проблема в 1080-х годах, когда убрали central bank. Валюта на данный момент, вот если брать именно валюту, само собой, децентрализованной не является, не является, но мы и не о валюте говорим, как об объекте децентрализации. Мы говорим об объекте децентрализации именно систему, систему вот этого оборота товарного внутри определенной на данный момент географической области, определенной локальной, локальной экономической системы. Валюта не является на данный момент децентрализованной и выпускает ее, ее выпустили, то есть эта валюта, вот эти товарные талоны, они были выпущены колхозом и на сумму в объеме равную половину товарных остатков в магазине. Те товарные остатки, которые задержались, вот на них выпустили. Все, что связано с подделкой валюты, да, но на самом деле как бы здесь здесь валюта выпускалась, валюта это очень громкое неправильное слово, нет, вот эта вот комплиментарная валюта, как она называется, или вот эти товарные талоны, они выпускались среди одного коллектива, среди конкретного коллектива, да, там целью, коллектив к ней не относился на самом деле как к валюте, если вы понимаете, то есть он к ней относился как к возможности получить товар, то есть здесь смещение произошло вообще в мозгу людей, как бы основной идеей стремления к деньгам на идею стремления к товарам, поэтому не возникало на данный момент никогда таких проблем, как вот с выявлением каких-то контрафактов, понимаете? Хорошо, спасибо. Вы открываете клубы, просвещающие людей о биткоине, ну, биткоин-клабе, да, а в каких-то городах находятся сейчас и сколько их по численности, один, два, десять? На данный момент самый у нас основной клуб это в Екатеринбурге находится, откуда мы, собственно, и родом, там открыли, там открыли клуб, а вот у нас существуют люди, которые занимаются вообще регуляцией этой деятельности клубной. На данный момент, как мне известно, сколько, Алеш, у нас получается вообще, Алексей, отвлекись, сколько у нас там клубов, если вообще посчитать в общем целом, на данный момент? Около десяти городов. Около десяти городов сейчас, да. Да, а можно я тоже вопрос задам? Да, А подскажите, вот идея понятна, то есть, на какой стадии вы на реализации находитесь, помимо вот информационной составляющей, то есть, ну, что-то там есть, кроме идеи, что на данный момент присутствует у вас? В настоящий момент мы занимаемся проработкой архитектуры, архитектуры вот этой децентрализованной системы расчетов, то есть, это выработка конкретной нормативной среды, внутренней нормативной среды, да, то есть, правил, по которым необходимо будет уже начать процедуру, процедуру, ну, это не прототипирование, нет, это процедура уже разработки архитектуры самой системы, да, ну, то есть, мы на данный момент, на данный момент мы адаптируем наш прошлый опыт к тому, что предстоит вообще сделать, то есть, стадия, стадия очень начальная, сегодня мы о себе заявляем, вы о нас будете слышать очень-очень-очень часто, это я вам гарантирую, вопрос от меня, я посмотрел про НСБит, увидел, что у вас идет речь в вашем сообществе о некоторой генерации доходности, я из вашего доклада, честно говоря, не понял, каким образом генерируется доходность, или там идет речь о 10-14%, не увидел, за какой период, за какой период? За год. За год, 10-14%, каким образом доходность генерируется, за счет чего? Я ждал этого вопроса, спасибо большое. Мы, да, на самом деле, весь объем того времени, который мне выделялся, невозможно было рассказать про абсолютно все стадии проекта, потому что проект достаточно обширный. Первая, самая первая стадия проекта, она подразумевает привлечение заинтересованных людей и привлечение самым таким, ну, на самом деле, как бы низменным способом давления на жадность человека. Моя профессиональная область это область финансов. Я вообще сам занимался достаточно интенсивно трейдингом, около 10 лет опыта в этой области. И мы предлагаем на данный момент людям также участвовать в создании данного проекта и получать доходность из оборота блокчейнной биржи. То есть мы будем фактически не блокчейн, извиняюсь, а Bitcoin на биржи. То есть мы привлекаем людей и говорим, если вам интересно, мы предоставляем услугу, ну, фактически, аренды торговых роботов, аренды торговых роботов, с которых вы там надежно будете получать определенное количество денежных средств. Эти торговые роботы, наверное, моделируются, и мы за них будем брать, за эксплуатацию этих торговых роботов, мы там берем свою ренду, саму собой. Ну, такая, получается, консультативное доверительное управление, если называть совсем академическим языком. И это первая стадия проекта, которая должна обеспечить проект не только опытной составляющей, не только технологической составляющей, но и финансовой составляющей. Потому что для нас важно, чтобы мы смогли заниматься разработкой этого проекта столько, сколько потребуется, не будучи зависимыми от каких-то внешних факторов. Поэтому да, действительно, у нас первая стадия проекта заключается в наборе, интенсивном наборе финансовых мощностей, в проработке теоретической пазы, ну, а далее вот эта цель, которую мы должны прийти. Да, я тогда уточняющий вопрос еще задам. Можно я очень быстро просто хотелось бы понять, каким образом вы принимаете платежи, я так понимаю, что в биткоине и в эфире, правильно? Ну, на данный момент это только биткоин. только биткоин, потому что эфир, ну, он требует, требует еще... Какие юридические соглашения и гарантии у вас есть с инвесторами, потому что, ну, на первый взгляд, это можно воспринимать как, конечно, проценты низкие, но можно воспринимать как финансовую пирамиду, потому что вы принимаете от инвесторов деньги без всяких обязательств, и нет никакой гарантии, что ваша компания не перестанет существовать через какой-то небольшой промежуток времени, когда вы аккумулируете достаточную сумму денег. Спасибо большое за вопрос. Объясню. Значит, ну, во-первых, за созданием данного проекта стоит не только у нас Уральский федеральный университет и там команда специалистов замечательных. Этот проект, эта инициация вот с точки зрения капитального, капитальной основы, это группа компаний существует, группа строительных компаний, в которой на данный момент я занимаю пост финансового директора. Компании обладают недвижимостью, недвижимость значит, в обеспечении приема вот этих самых микроинвестиций, да, значит, каким образом юридически это сейчас регулируется, ну, вот это были наши сейчас такие наброски, у нас юристы до конца сейчас причесывают всю документальную обвязку, но на данный момент мы биткоин расцениваем как прием информации, да, прием информации мы говорим, то, что мы вот вам заявляем, господа, то, что мы от вас принимаем информацию в таком-то формате, эту информацию мы по алгоритмам оцениваем, которые у нас значит, есть, которые открыты для вас, да, и никоим образом не могут быть изменены, если только мы не хотим там совсем шумничать, смошенничать, и мы гарантируем то, что стоимость вашей информации оцененной не будет уменьшаться, и гарантируем имуществом, которое находится внутри предприятия, вот, а имущество это недвижимость. Отлично, спасибо. Я предлагаю все вопросы уже дальше, чтобы персонально в кулуарах задать Антону. Антон, спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ